Гала-концерт, посвященный закрытию четвертого этапа района патриотической эстафеты «Салют Победе» прошел в городском поселении Кубинка. Для гостей праздника в холле Дома культуры подготовили угощения и в исполнении школьников представили инсталляцию боевого сражения. Ну что, мы пошли после боя, все уставшие. Вот сейчас сидим на привале, отдыхаем, едим тушенку. А прошел бой? Ну, с потерями, конечно, но мы одержали победу. Немцы наступали на нас. Мы одерживали победу потом. Мы победили в этом бою, но было очень много потерь. Этого бойца ранили в руку. Когда мы пришли сюда, чтобы отдохнуть и привести себя в порядок, я ему забинтовала руку. Эстафета шагает по Денцовскому району уже четыре года. В ней приняли участие сотни тысяч человек. Каждый раз она приурочена к историческим вехам Великой Отечественной войны. География участников расширяется и уже вышла за границы муниципалитета. И вот эта эстафета, она уникальна чем? За четыре года мы с вами сплотились в патриотическом воспитании. Ветеранские организации, садики, школы. Помогли, конечно же, главы городских и сельских поселений. Они передавали эту эстафету четыре года подряд. От одного поселения к другому. Четвертый этап эстафеты был посвящен Сталинградской битве. На галоконцерте выступил Народный театр «Крылья» под управлением Ольги Кобецкой, артисты которого в мае этого года провели благотворительный концерт в Волгограде. Символы четвертого этапа муниципальной эстафеты «Салют Победе», стальной нагрудник СН-42, копия знамени Победы и капсула со священной землей из Сталинграда. В завершении праздничной программы был дан старт следующему этапу эстафеты, который будет посвящен подвигу советских воинов в боях под Новороссийском.